На три дня в Балтийское море уходит отряд из трёх российских и трёх китайских кораблей. Корветы «Бойки» и «Стерегущий», спасательный буксир, эсминец «Хэфэй», фрегат «Юнчен» и судно снабжения «Ламаху». Большая часть учений проходит в международных водах. За проведением наших учений очень внимательно следили военно-морские силы иностранных государств, в частности, военно-морские силы НАТО. Впрочем, немецкую и норвежскую флотилию, а именно эти страны, наблюдали за учениями наиболее активно, можно понять. Российско-китайские фрегаты, горделиво идущие по Балтийскому морю, зрелище действительно внушительное. Международный отряд военно-морских сил обнаружил суднонарушитель. Китайские коллеги его окружили отсюда, с российского корвета «Бойки». В срочном порядке выплывает досмотровая группа. Её задача, в первую очередь, проверить документы, проверить груз и, в случае чего, арестовать его. Роль нарушителя морских границ здесь исполняет российский спасательный буксир. Если с документами всё в порядке, проверяют все внутренние помещения. Контрабанда, наркотики, оружие. Если ничего нет, то судно спокойно покидает территориальные воды. Если что-то обнаружили, российские моряки действуют в рамках юридических норм. На учениях всё выглядит легко и просто. На деле нарушители могут оказать вооружённый отпор. У нас для этого есть своё вооружение. Естественно, сначала мы предупреждаем, что готовы начать огонь. После этого обычно соглашаются с тем, чтобы мы досмотрели судно. Моряки начинают проверять артиллерию. Стрельба по морским и воздушным целям отрабатывается реальными, нехолостыми боеприпасами. На этих учениях мы отрабатываем взаимодействие. Собственно, учения так и называются. Повышаем профессионализм, обмениваемся опытом. Мне кажется, чем чаще таких учений будет проводиться со странами других государств, тем будет лучше для наших вооружённых сил. Доверие и дружба между военными двух стран во время подобных морскому взаимодействию учений укрепляются, что называется, на глазах. Россия и Китай вместе демонстрируют свою решимость, а главное — способность по совместной защите мира и стабильности на планете. Алексей Казанников, Михаил Князев, Андрей Верещагин. Вести. Балтийское море. На три дня в Балтийское море уходит отряд из трёх российских и трёх китайских кораблей. Корветы «Бойки» и «Стерегущий», спасательный буксир, эсминец «Хэфэй», фрегат «Юнчен» и судно снабжения «Ламаху». Большая часть учений проходит в международных водах. За проведением наших учений очень внимательно следили военно-морские силы иностранных государств, в частности, военно-морские силы НАТО. Впрочем, немецкую и норвежскую флотилию, а именно эти страны, наблюдали за учениями наиболее активно, можно понять. Российско-китайские фрегаты, горделиво идущие по Балтийскому морю, зрелище действительно внушительное. Учителя морских границ здесь исполняет российский спасательный буксир. Если с документами всё в порядке, проверяют все внутренние помещения. Контрабанда, наркотики, оружие. Если ничего нет, то судно спокойно покидает территориальные воды. Если что-то обнаружили, российские моряки действуют в рамках юридических норм. На учениях всё выглядит легко и просто. На деле нарушители могут оказать вооружённый отпор. У нас для этого есть своё вооружение. Естественно, сначала мы предупреждаем, что готовы начать огонь. После этого обычно соглашаются с тем, чтобы мы досмотрели судно. Моряки начинают проверять артиллерию. Стрельба по морским и воздушным целям отрабатывается реальными, нехолостыми боеприпасами. Международный отряд военно-морских сил обнаружил суднонарушитель. Китайские коллеги его окружили отсюда, с российского корвета. Бойки в срочном порядке выплывает досмотровая группа. Её задача в первую очередь проверить документы, проверить груз и в случае чего арестовать его. Роль нарушитель.